здравствуйте уважаемые друзья пока еще не наступил и не наступили холода и осень еще не сильно заявила о своих правах я хотел бы предложить вашему вниманию вот такую хитренькую мушку которой собирательный образ чем-то напоминает и комара чем-то и личинку которая вылупляется это имиджер довольно таки актуален в любой момент вылета насекомого изготавливать мы будем из подходящих материалов те которые у нас в основном остаются в остатках давайте приступим крючок я взял фирмы strike 14 номер можно использовать 16 12 любой который будет вам напоминать граб или шримп для того чтобы не утяжелять само тело я сразу закрепил нить совсем немножечко добавлю глея и буду крепить основные элементы из которых будет состоять мое тело для этого мне понадобится на мечевидных перьях павлина есть вот такие бородки я выбрал одну подходящую себе по размерам и буду крепить ее здесь обмотку я буду осуществлять этим пером и здесь же я креплю кусочек вот такой силиконовой красной резинки дело в том что сам по себе силикон он уже является плавающим элементом и нам облегчает жизнь тем что нам не надо добавлять здесь что-либо чтобы наше тело всплывало закрепили аж за за загиб насколько нам будут позволять тиски и возвращаем обратно нашу нить дополнительно прихватывая наш силикон доходим до уровня груди сделаем парочку узелков и нить здесь оставим теперь я буду поворачивать так чтоб не было удобно а вы уже будете смотреть как у вас получится я беру немножко промазываю клеем цевьё совсем 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 чуть-чуть до грудки и произвожу намотку сперва с натяжкой а потом все меньше и меньше давая натяжку нашей силиконовой резиночкой и доходя до самой грудки почти не делаем натяжки закрепляем наш силикон остатки отрезаем слегка промажем место клеем и промотаем еще раз сделаем пару узелочков чтобы наша нить никуда не ушла и теперь берем перодержатель и аккуратно нашим пером делаем сегментацию если неудобно можно не убрать временно временно оставляем так крепим нить и крепим наше перышко остатки отрезаем для того чтобы изготовить грудку я возьму парочку бородок павлийних перьев и промотаю грудку и промотаю грудку полуузлом закрепляю нить крючок маленький работать неудобно поэтому лучше себя перестраховывать вот так каждый раз есть и здесь формирую грудку так и и и и и Закрепили наше перышко, остатки отрезали. В качестве крылышек я подобрал два остатка перьев, подобрал их по размерам, чтобы мне подходили и сейчас я здесь их в качестве крылышек закреплю. Одно крылышко и второе. Перья я изначально не общипываю до ости, так как очень неудобно потом крепить. Ну, в принципе, такому как удобно будет. Я не претендую на то, чтобы кому-то навязывать свою технику. Подровняли крылышки, посмотрели как они у нас смотрятся. Если неудобно руками, можно воспользоваться пинцетом. Вот приблизительно вот так мы выровняли наши крылышки. и теперь я сюда совсем небольшую капельку наношу клея. вы можете лак, и здесь же я закреплю перо, которым я буду производить обмотку. Вот я подобрал соответствующее перышко. Здесь я немножко освобожу кость для крепления и креплю здесь же. Для того, чтобы мне окончательно обрезать перышки, я место крепления еще промажу немножко клеем. Вот так, для большей надежности годится. И теперь я делаю два, три, это вы уже определите сами, от густоты вашего пера обороты. Но для того, чтобы более было правдоподобно наша личиночка, нам необходимо все равно еще немножечко произвести обмотку нашим пером. Так как наши остатки уже маленькие, я взял еще два кусочка пера павлина, здесь закреплю. и сделаю пару-тройку оборотов для того, чтобы скрыть место крепления перехода наших крыльев и намотки по следующим пера. Как раз еще дополнительная функция того, что наше перо, которое мы будем наматывать, оно достаточно хорошо будет сидеть и не будет скользить по нашей намоточке. Вот так сформировали грудочку и закрепили перо. Закрепили, остатки отрезали. здесь же я сделаю парочку узелков узловязом. И теперь я делаю, посмотрите на свое усмотрение, какое количество вам оборотов. два, три, вот у меня вышло как раз три оборота, которых вполне будет достаточно. Для того, чтобы закрепить перо, необходимо повернуть крючок, чтобы перо под тяжестью нашей нити не уводилось к колечку. Уводим все перышки назад и здесь делаем уже завершающий узел. Вот так, пару-тройку оборотов будет достаточно. Лаком мы это подровняем. Убрали наше перо. И теперь остается нашу мушку скрыть лаком. И, как вы видите, довольно-таки симпатичный имиджер у нас готов к работе. Благодарю за внимание. До скорых встреч.